Автор рассказа Дмитрий Чепиков Три человека сидели возле затухающего костра, в поросшем подсохшим бурьяном дворе заброшенной деревни с тонущей холмы. Потерявшейся среди просторов Курской губернии. На востоке небо уже начало светлеть, и звездная россыпь на небе медленно блекла, оставляя лишь самые яркие точки. Люди казались неестественно спокойными и в то же время напряженными, как струна. «Не придут они, Георгий, светает уже, под солнце не сунуться», – язвительно проговорил худощавый человек в военной форме и наброшенный поверх комиссарской кожаной куртки. Бросая из-под лобя тяжелый взгляд на собеседников, он вертел в руках неразлучную трехлинейку. «Они уже и днем появляются, Серж. Давеча две деревни повыпотрошили», – спокойно ответил ему. «Рослый бородатый мужчина в потрепанном некогда дорогом костюме, подпоясанный поверх пиджака патронной лентой. В нем явно проглядывался один из бывших, благородных, занимавших до войны высокое положение. «Дальше только хуже будет. Вон у отца Серафима спроси. Батюшка, врать не будет, по вере не положено». Третий человек, тот, о честности которого говорили, крупный пожилой мужчина в подрезанном для походного удобства монашеском облачении, тряхнул седой непокрытой головой и поднес палец к губам, призывая своих товарищей замолчать. В безлюдной деревеньке висела непроницаемая тишина, изредка прерываемая дерзким пением бодрствующей ночной птицы. Отец Серафим прислушался. Он накрепко выучился за годы гражданской войны, выкосившей большую часть страны, всегда быть наготове. Благодаря тому и был еще жив. Священнослужитель встал, вытащил из-за пояса и направил оба своих нагана на старый покосившийся глиняный сарай, неподалеку. И громко выкрикнул в сторону дощатой двери без замка. «Выходи на суд, Божий, нехресть!» Товарищи святого отца тоже вскочили на ноги и нацелились на ветхое здание, откуда и впрямь доносилось подозрительное шуршание. Интуиция не обманула отца Серафима. Чахлая дверь, мгновение ока разломилось на куски, и оттуда на наставленные стволы ринулась, вначале поднявшись на задние лапы в полный трехметровый рост, а потом низко пригнувшись, омерзительная, человекоподобная тварь. Она вихрем мчалась на добычу, взрывая почву мускулистыми, густо поросшими коричневой шерстью, когтистыми конечностями. Только верхняя часть головы кошмарного монстра была словно в издевку над остальным телом, практически лысый, с отдающей синевой, сморщенной кожей. С кинжальных клыков, грозящих разорвать в клочья группу людей, на прохладную от утренней росы траву капала розоватая слюна. Безумством выглядели носимые чудовищем остатки потрепанной офицерской формы на верхней части туловища. Яростный вой заполонил пустующую деревню, многократно отражаясь от стен давно брошенных изб. Чудовище не достигло нескольких шагов, до ощетинившихся оружием троих человек. Громогласный дружный залп из двух винтовок и револьверов снес половину удлиненного лысого черепа существа и опрокинул его смертельно раненого на спину. Тварь не сразу затихла, схлипывая почти по-людски и в агонии клацая желтыми клыками. При этом она все еще дергалась, хватала воздух лапой, стараясь зацепить хоть кого-то из стрелявших в нее. «Когда ж это закончится? Шестую пырь за неделю!» – вздохнул Серж, с немалым усилием вогнав в грудь монстра заостренный деревянный кол. Поверженное существо вмиг обмякло, полные злобы глаза застекленели, последний раз мелькнув разумной искрой. «Пока народ в себя не придет, не закончится», – как всегда спокойно сказал Серафим. «Сами же дел понатворили, с семнадцатого года церкви взрывали, людей божьих вешали и стреляли, мертвых, как собак, вдоль дорог бросали или в ямы скопом закапывали без должного погребения. «Ты вот, Серж, сам ведь из чекистов. Неужели не понимали ваши, что делали? Ну, скинули царя и семью его перебили. А дальше-то что? У голодного народа хлеб отнимали, пока люди друг друга есть не начали», – поддержал святого отца, вскипевший от былой обиды Георгий. «Ваши тоже хороши, господин ротмистр Белов, свет солнышка наше княжеское», – огрызнулся Серж, протирая кол ветошью от темно-красной, почти черной, дурно пахнущей крови убитого упыря. И процитировал Гнусава, «Ответим белым террором на красный». «Цыц, замолкните оба», – не выдержал отец Серафим. «Белые с красными уже не за родину дерутся, и не за свободу уже, и не за старые порядки, а за свои шкурные интересы. Сейчас добьют безумцы друг друга на юге, и совсем Русь без сил останется. Кто с нечистью этой справится? Иноземцы?» «Так они при виде нечисти бежали, как зайцы. Те, кто успел ноги унести. Не по зубам им кусок оказался, поживиться не получилось. Твари стаями охотятся, наши города опустошили, и к ним скоро пожалуют. Нам, славянам, объединяться надо и бить эту погонь, а потом и басурманам вторжение следует припомнить. Вы же друг другу жизнь не раз спасавшие, грызетесь между собой, словно звери». Георгий и Серж сконфуженно молчали, подавленные справедливыми упреками церковника. Чтобы как-то снять напряжение, Серж отодрал от лохмотьев кителя на убитой твари офицерский серебряный погон. «Гляди, из Георгиевского ударного батальона!» – протянул он трофей Белову, коллекционировавшему с каждого упыря, или, как их называл Серафим, беса кровососущего, что-нибудь на память. «Штабс-капитан? Такой у меня уже есть. Генеральский бы найти». Георгий повертел в руках обшитый серебряной нитью коричневый погон с красной каймой и бросил в грязь рядом с углями дотлевающего костра. «Уважение иметь надо! Ты офицер бывший, и этот офицером был». Отец Серафим недобро взглянул на них обоих и поднял погон с земли, очистив от грязи вензель ГБ. Солнце, наконец, начало выползать из-за дальнего холма, освещая безлюдные окрестности красноватым светом. Пожухшую траву качнуло свежим ветерком. Где-то вдалеке послышался пушечный выстрел, раскатистым эхом пролетевший над опустевшей землей. «Опять барон Ведаль с нарядами бесов по слободе гоняет с крыши особняка», – рассердился священник. «Сказал же ему боезапас беречь, пока серьезная подмога не подойдет». «Подойдет, думаете?» – сомневаюсь, товарищ Серафим. «Кому подходить?» – с сомнением в голосе поинтересовался Серж. «Таких, как мы, по всей волости сотня может наберется, а то и нет». «Казаки из дона подтянутся. Говорят, болезнь эта не дошла до них», – уверенно вырезал свои надежды Георгий, доставая из замызганной котомки всем по куску хлеба и бутыль красного вина. «Твои бы слова до Бога в уши, князь! Хотелось бы!» «Только донские от всех отградились и не пускают никого к себе в станицы, стреляют у людей и нежить», – задумался святой отец, и сделал большой глоток из бутыли, перекрестившись. «Воды бы чистой. Да где ее взять?» – вздохнул Белов, жуя зачерствевший хлеб, и добавил. «Помрем скоро, коль еды не найдем. У барона вон уже и вино в подвале заканчивается. Сдается мне, это его дочери в подвал его сиятельства заглядывают частенько, оттого запасы и уменьшаются. «Эх, ядреные бабы! Особенно младшая!» – подмигнул Серж Георгию, и с удовольствием глядел, как кто-то раскраснелся, то ли от вина, то ли от воспоминаний о Наталье, роскошной фигуристой блондинке, младшей дочери барона. «Заваливайте тварь ветками и поджигайте. Как мы с Беловым решили на сегодня план до Митрофановки добраться? А это верст 15. Там старшего упыря найдем и вместе с людьми Романа Петрова прикончим», – заявил Серафим. И добавил, «А то, как воду вступит толчем, одного убьем, пять появится». Серж непроизвольно вздрогнул, когда услышал распространители заразы старшим. «Это князь и Серафим привычные ко всему. А бывший комиссар к ним месяц как пристал. И все никак не мог привыкнуть после обычных боев на полях гражданской войны кровавым схваткам с нечистью, существование которой на службе отрицал. Упырь с мозгами называл старшего бывший чекист, едва выживший после последней встречи с ним, когда их отряд сократился ровно вдвое. Тот монстр, которого они встретили, был один, покалечен разрывом артиллерийского снаряда, и то смог выпотрошить троих из шестерых охотников. Ах да, я оставил на правой ягодице Сержа глубокий шрам, над чем Белов постоянно подшучивал, а святой отец, назидающий Георгия, одергивал. Старших было немного, зато они держали в страхе по нескольку деревень, а самые сильные контролировали целые города и создавали себе дружины, охраняющие их. Один старший на территорию другого не совался и держал в подчинении примерно около пяти десятков бесов. Трупов для поддержания такой армии после многолетней междоусобной резни валялось достаточно. Охотники, оставив за собой во дворе приютивших на ночь деревеньки огромный костер, с винтовками на готове, гуськом двинулись меж холмов в сторону указанной на карте Митрофановки. То с одной, то с другой стороны раздавался тоскливый вой. Тех, прячущихся от палящего солнца, то когда-то были людьми, а теперь существовали только чтобы убивать все живое. В Митрофановку мужчины добрались ближе к вечеру, по пути встретив и приняв в команду угрюмого вида крестьянина с вилами. На что уж Георгий здоров, да новобранец с бородой лопатой до пояса на две головы выше бывшего князя Белова пришелся. Как в старину говорили, сожженного роста богатырь. Отряд наткнулся на него, когда на полпути к Митрофановке заслышали они поначалу женский визг, а потом вопли мужские, его и звериный. Там и обнаружили растерзанную женщину в цветастом переднике и здоровенного мужика, пришпилившего вилами к стене деревянного сруба поджарого упыря, а после голову ему колуном снесшего. Василий, так звали мужика, только что потерявший жену, а за неделю до этого сразу двоих детишек, был в такой ярости, что едва я охотникам не посносил головы. Насилу его в чувство привели. Остатками провизии поделились и четвертинкой водки бесценной, что для особых случаев держали. Оставаться в безлюдной избе Василий не захотел. Взял вилы, сунул топорище за пояс и побрел с Беловым, святым отцом и джекистом, в сторону Митрофановки. Уездный городишко встретил их умопомрачительной красоты закатом. Багровый солнечный диск наполовину скрылся за городской каменной управой, добротно построенной, выставившей вопреки всем невзгодам. Двухэтажное здание управы, разумеется, было давно покинуто людьми, как и прилежавшие лавки, дома и трактиры. Легкий ветерок нежно колыхал листву молодой каштановой и березовой поросли, наступающей на брошенный город. Прибывшие остановились на окраине Митрофановки, у Остова взорванной сразу после революции церкви, торчавшего подобно Вавилонской башне и возвышающегося над местностью. Здесь группа отца Серафима, Белова и Сержа, пополненная Василием, должна была объединиться с отрядом Петрова, насчитывающим три десятка штыков. Бойцы из этого отряда уже год успешно дрались с упырями, постоянно накапливая боевое ядро и отсеивая наименее способных охотников, погибших в схватках. С Петровскими и договорился князь пойти на старшего. Не идиот уже не вчетвером лезть на предводителя упырей с десятками зубастых и кастых подчиненных. И два четверка людей вошла в укромный церковный дворик, как стало понятно, что никакой встречи не состоится. Весь внутренний периметр квадратного церковного двора с забором, оплетенным диким виноградом, был усеян частями человеческих тел в перемешку с бурыми грудами упыриных останков. Бойня здесь произошла страшная. Белов опытным взглядом окинул открывшуюся картину. Для него и Серафима не было никакой загадкой, как именно отряд Петрова попал в ловушку. Ход событий выдавали расположение трупов, невынутое у троих оружие, закостеневшая половина тела бойца, повисшего на ладони, пробитый штырем на верховине забора, когда несчастный пытался спастись бегством. Группу Петрова, вступившую в укрытие, застали врасплох, окружили и перерезали все пути к отступлению, о чем свидетельствовал располовиненный мертвец на заборе, не попытавшийся спастись через один из двух входов в огороженное пространство. Два наиболее изуродованных трупа обнаружилось возле опрокинутого пулемета Максим, так и не выстрелившего ни разу за сегодня. Самая грозная боевая единица, очевидно, оказалась исключена из сил обороняющихся в самом начале трагедии. Во всем проглядывалась рука, а вернее, цепкий разум старшего. Размышления Георгия прервал слабый стон, донесшийся до ушей охотников от церковного крыльца. Стон раздавался из-под груды, состоящей из трех туловищ дохлых упырей и одного людского тела, в котором Белов с трудом опознал Андрюшку-боиниста, знатного весельчака и личного адъютанта Петрова. Мужчины бросились разгребать и оттаскивать мертвые тела, добираясь до источника звука. Там и обнаружили истекающую кровью командира разгромленного отряда, с честью сражавшегося до конца возможностей против превосходящего числом и силой врага. В правой руке найденного был зажат полностью отстрелянный маузер, страшное оружие на близком расстоянии. Одного взгляда на Петрова было достаточно, чтобы понять, что союзник доживает последние минуты. Несколько ребер командира оказались вырваны, живот разворочен, ноги переломаны, одна рука оторвана до локтя и перетянута поясным ремнем. С губ Петрова тонкой полоской стекала алая пена. Он едва дышал, когда его извлекли из-под останков врагов и адъютанта. Живучий, однако, раз с такими ранами пару часов протянул. Пришли все-таки. Петров обвел присутствующих тускнеющим взором, разжал руку, роняя маузер. Хорошо, что позже пришли. Там, в низинке, лошади привязаны, хида, патроны. Как так вышло, Рома? Глаза Белова блестели от накативших слез. Ему не нужен был очевидный ответ, но он просто был обязан говорить с умирающим, однажды прикрывшим его собой от пули. Хитрый сука старшой у них, прохрепел Петров, зачем-то судорожно стараясь нащупать неповрежденной рукой оброненный пистолет. Сидели они, как мыши, разведка их не засекла. Напали, как только мы втянулись сюда. Сразу пулеметчиков отсекли. Половина погибла, никого не убив. Мне руку оттяпали. Андрюшка перехватил ремнем. С ним хотели в церкви укрыться. Почти никого не осталось. А потом посчитали меня мертвым. Глаза умирающего начали закатываться. Сколько их было, схватил за руку Петрова Георгий. Сейчас фиал со снадобием достану, как новенький будешь. Побереги добро, только зря переведешь. Не видишь, мои кишки размотаны по крыльцу. Никакое снадобие не поможет. А вам пригодится. Еще старшого убить надо. Петров нашел в себе остаток сил, чувствуя, как боль отступает. И холод поднимается все выше, от ног к сердцу, отнимая чувствительность. Он торопился говорить. Здоровая тварь, умная. Пули я его достал, лапу перебил. С ним пятеро упырей ушло, два подраненных крепко. След легко возьмете. А ты, чтоб до внуков дожил, понял? Внука Васькой назови. Все, отойди, Жора. Все отойдите, кроме отца Серафима. Пусть грехи отпустит. Отпустить грехи умирающему не пришлось. Петров умер, как только произнес последние слова. Надо похоронить, выдавил из себя Белов, утирая слезы форменным рукавом. Но потом, иначе старший уйдет. Излечится, стаю наберет. Оба спутника Георгия согласно кивнули. Нельзя дать уйти старшему, иначе зря отряд полег. Мужики, я бонь бы нашел, кликнул собравшись над телом Петрова Василий, таща в руке увесистую брезентовую сумку с ручными гранатами и навесив себе на спину солдатский вещмешок, доверху набитый хлебом. А на поясе у него болтались две фляжки с водой. — О, брат, это бонь бы хорошая, повеселел Серж. — Ну-ка, братва, пихайте по три-четыре штуки в карманы. — Василий, ты со мной пулемет потащишь. Стрелял хоть раз из Максимки. — О, да ты еще и еды нашел. Хозяйственный. Сразу видно крестьянина. Шестнадцать бесов и двадцать семь наших насчитал мертвыми, угрюмо сообщил отец Серафим. Видно, стаю до Петрова потрепали. Старшие грызутся между собой, хоть и редко. Поручив гордому от комиссарских похвал приосанившемуся Василию тащить тридцатикилограммовый пулемет, маленький отряд покинул царство разгулявшейся смерти и двинулся по кровавым следам, оставленным ушедшими упырями. Идти по цепочке темных капель не составляло никакого труда, но светлого времени оставалось пару часов. А биться с упырями, а тем более со старшим в полной темноте, самоубийственная глупость. К логову городской управе пришли засветло. Солнце уже село, но тьма еще не залила окрестности. Вооруженные до зубов охотники затащили пулемет на чердак Бакалеи и выставили ствол Максима из чердачного окна, нацелив его на управу, до которой было не больше полусотни метров. Эти полсота метров в прошлом ярмарочная площадь, на совесть уложенная булыжником, так плотно, что и через пять лет без ухода ни единой травинки не протиснулось между камнями. Серша остался с грозным оружием на чердаке один, казав, что ему второй номер не нужен, поскольку воды нет и охлаждать ствол нечем, а значит и стрелять долго не придется. Белов, отец Серафим и Василий отправились на площадь осуществлять свой дерзкий план манить дьявола, как назвал идею Георгия святой отец. Предстояло попозерствовать на площади, вытащить старшего с его прихвостнями под пулеметный огонь и закидать гранатами. Три человека, не торопясь, вышли на площадь перед управой, внимательно оглядывая черные пятна слепых окон главного городского здания. Навстречу охотникам так же неспешно вынурнули из управы и рассыпались цепью пять сумрачных фигур. Двое из пяти чудовищ заметно прихрамывали под ранки. Они одновременно начали обходить кучку людей по флангам, действуя как единый механизм. Белов сроду не видел, чтобы упыри так синхронно и тактически верно перемещались. Обычный налет монстров выглядел так. Быстрый хаотичный набег схватили, утащили, кого смогли. Если встретили сопротивление, отбежали, а затем вернулись в большем количестве. В поведении этих же тварей без сомнений проглядывался надзирающий контроль старшего, который сам пока не показался, оставшись наблюдать за подчиненными точно генерал, отправивший солдат в атаку. Первым нервы сдали у Василия. Гигант взревел, вспомнив недавнюю гибель семьи и ринулся с вилами наперевес к ближайшему упурю, позабыв о гранатах и выданном отцом Серафимом на гане. С размаху он воткнул острия в широкую грудь существа, насквозь пронзив мускулистое тело. Кончики вил выглянули из покрытой шерстью спины. Добивающий удар колуном, обрушившийся на череп подранка, в кашу разбил вытянутую лобную кость врага. А потом Василия смяли налетевшие на него со спины два чудовища. Двое других медленно подступали к оставшимся охотникам, попятившимся к бокалеи, где засел с пулеметом Серж. Смерть Василия была глупой и совладал мужик с гневом, хотя с планом боя был тщательно ознакомлен, но хоть умер, забрав с собой одну из тварей. Белов с товарищем отступили под самую бокалейную лавку, ожидая, что вот-вот пулемет плеснет градом остроконечных пуль по упырям. Но автоматическое оружие молчало, а затем сверху из чердачного окна выпал округлый предмет размером с арбуз и покатился, пачкая чем-то темным мостовую к ногам ошарашенных охотников. Уже у себя под ногами Серафим и Георгий разглядели, что предмет не есть что иное, как голова бедного Сержа с остывшим выражением беспощадной смертной муки на побелевшем лице. Старший обхитрил их. Гранаты, заорал Белов, метко зашвыривая поочередно ручные гранаты в чердачное окно. Святой отец тем временем бросил свою пару гранат в приближавшихся упырей, и люди, не сговариваясь, бросились приоткрытую дверь Бакалеи. Взрывы ухнули один за другим, сразу после того, как охотники укрылись в Бакалеи. По стене и витрине хрестанули горячие осколки. Хлюпанье, предсмертные вопли донеслись сладкой музыкой со стороны площади до Белова и Серафима. Судя по многочисленным воплям, достал и до тех двоих, которые убили Василия. Взрывы же наверху прозвучали глуши, двое готовых, двое еще корчится, удовлетворенно произнес священнослужитель, осторожно выглянув в проем разбитой витрины и оценив последствия. Наверху тихо, но проверить не помешает. Ага, буркнул Белов, доставая последнюю пару гранат и покашливая. В Бакалеи сильно несло едким дымом. Он обмотал нижнюю часть лица ситцевым платком. Дышать стало полегче. Серафим последовал его примеру. Они подошли к деревянной ступенчатой лестнице, ведущей на обширный чердак. Здесь совсем недавно они с трудом заволокли наверх оказавшийся бесполезным пулемет. Вот даже следы от металлических колесиков остались на дереве и грязные отпечатки гигантских лап, поднявшегося к сержу чудовища, когда они ушли на площадь. Бросай скамадол Георгий и четыре гранаты полетели в открытый квадратный люк чердака. Снова бахнули взрывы, правда три, а не четыре. Очевидно одна из гранат не сработала. Что ж бывает, дают осечки. Сверху что-то заскрипело, посыпалось в чердачный проем и в щели потолка повалил удушливый дым. Подождав для верности еще секунд десять, вдруг рванет с запозданием. Охотники стали подниматься по лестнице, чтобы удостовериться, что со старшим наконец покончено. Ни одна живая тварь не переживет взрывов пяти гранат в закрытом помещении. Первым пошел Белов, за ним в пяти ступеньках позади Серафим. Нет тут никого, раздраженно буркнул Георгий, поднявшийся на разгромленный чердак. Действительно, кроме обезглавленного, иссеченного осколками тела комиссара и разбитого Максима, чердак был пуст. Опять скотина удрала святой отец «Эй, Серафим!» Ответом стал сдавленный крик позади на лестнице. Тяжелый топот звериных лап, звук волочащегося тела. Белов рванул назад, проклиная себя, хитрую нечисть и ситуацию в целом. Конечно же, он не успел. Лишь мимолетная тень мелькнула на выходе из Бакалеи, волоча словно тюк его товарища. Охотник побежал за убийцей, не выпуская винтовки из рук и на ходу подхватив один из выпавших револьверов Серафима. Он гнался за тварью в почти наступившей темноте через площадь залитую людской и упыриной кровью. Старший был ранен, к тому же волочить пришедшего в себя и начавшего упираться грузного человека ему было нелегко. Особенно после того, как отец Серафим изловчился и ткнул упыря предводителя в бок ножом, спрятанном за голенищем сапога. Ошеломленный неожиданным сопротивлением и резкой болью, старший выпустил из лап добычу и развернулся к настигающему его белову, сообразив, что не успеет скрыться в спасительном логове. Даже дважды раненый он был крайне силен и к тому же обладал особой возможностью, о которой противник ничего не знал. Винтовочная пуля пробила плечевую кость чудовищу, когда она растянула огромную пасть для рева. Но самого рева не последовало, зато по площади распространилось глубокое, низкое, вибрирующее шипение, и бегущий к нему охотник замедлил шаг, упал на колени, закрыл уши ладонями. В голове у Георгия царил настоящий ад. Там словно разразился бушующий шторм с громовыми раскатами, бьющий импульсами боли, растекающийся по всему телу. Неподалеку катался от боли по камням священнослужитель, а старший, переставши петь и заваливаясь на одну сторону, неумолимо приближался к Белову, собираясь покончить с надоедливым охотником, кратковременно потерявшим возможность сражаться. Огромный упырь занес лапу над коленопреклоненным врагом и уже собирался опустить ее на голову Георгия, как вдруг град-пуль обрушился на него, многократно дырявя мощное тело и отбрасывая зверя от охотника. Заржали взмыленные лошади и на Митрофановскую площадь с гиконем ворвалась кавалькада из десятков садников во всю поля в поверженного упыря. Белов еще плохо соображая поднялся на ноги и выпустил весь барабан револьвера в морду старшего, пока на площадь прибывали все новые и новые кавалеристы. Донские выдохнул держась за ушибленную спину шил на помощь другу, подхватив его под локоть. Донские на помощь пришли, Жора, уж теперь мы бесам покажем. Георгий Белов молча улыбался. Он и сам распознал топот тысяч конских копыт в ночной темноте, охвативши Митрофановку. Слышал голоса сотен всадников и далекий предалекий вой других старших, учуявших тайной связью за многие километры смерть собрата и наступление новой, объединяющей людской силы.